Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 2 августа в нашем городе пройдет уже третий по счету фестиваль уличных музыкантов. И сегодня у нас в гостях один из главных организаторов этого фестиваля, редактор сайта «РЗН.Инфо» Николай Матросов и, собственно говоря, участник фестиваля Иван Ципарков. Николай, ну первый вопрос, наверное, к вам. Хотелось бы немножко более подробно узнать об этом фестивале, историю его создания, каким образом он образовался и как получилось так, что он стал ежегодным. Эта идея возникла у нас вместе с начальником управления культуры города Андреем Кашаевым. И как бы пришлась по душе и ему, и нашему редакционному коллективу. И, собственно говоря, первый же фестиваль показал огромный интерес людей и очень душевную, очень приятную атмосферу на этом празднике. И поэтому, собственно, даже не было никаких вопросов, делать ли его на будущий год. Естественно, он просто уже вошел органично в программу празднования Дня города и в этом году будет проходить в третий раз. Первый раз, кстати, под именем собственным. Теперь он называется «Подбелка». Иван, насколько я знаю, вы в этом фестивале участник уже с первого года. Вы профессиональный музыкант, а участвуете в фестивале уличных музыкантов. Как так получилось? Есть ли вообще какая-то разница между профессионалами и теми, кто играет на улице? Да, все так сложно и просто одновременно у меня. До того момента, как я стал, как вы сказали, профессиональным музыкантом, восемь лет я честно отстоял на мосту у Рязанского Кремля. В самом, что ни на есть, выражении «уличный музыкант». Прекрасная школа была, общение с нашим народом. Просто закаливание своих инструментальных, тактико-технических характеристик, как музыканта и все остальное. Два года назад от Николая, мы с ним тоже давно знакомы, поступило предложение. К этому моменту я уже давно как-то с этим завязал, именно с уличным музицированием. Сейчас уже четыре года в оркестре Рязанского русского народного хора. В шестнадцатый год пошел духовой оркестр муниципального культурного центра Рязани. Можно, наверное, как-то считать, что практически профессиональная деятельность. То есть музицирование на улице отошло на второй и даже третий план. Но всегда с огромной теплотой я вспоминал этот период в своей жизни. Было очень весело. Как говорят сейчас молодежь. Клево, прикольно. И когда поступило такое предложение, мне показалось, что ни одного вопроса не возникло, что надо просто принимать участие, тряхнуть сединой, буквально в переносном смысле. Потому что многие мои знакомые тоже приняли участие, тоже, как мне показалось, недолго раздумывали то же самое. Тапыч Игорь Потапов наш, который сидит просто с баяном и собирает вокруг себя такую аудиторию. Год назад он, по-моему, там даже второе место в зале. Второе место. Первой была группа Дубрава, если не ошибаюсь. Третья, не помню. То есть это группы репетирующие, а тут просто человек с баяном в тельняшечке. Какую музыку вы играете? Очень разную. И как, покороче, ответить. Красиво. То, что нравится мне. Какая-то принадлежность к жанрам я никогда не делал и не старался. Это пусть музыковеды занимаются. Ну, просто, разумеется, приходится. Но это, я слово «приходится» говорю в хорошем смысле. Принуждения тут никакого. Приходится играть то, что, скажем так, хавается людьми. Ну, вкус у слушателей хороший. Так что играешь все золотые мелодии прошлого века. Много из фильмов и все известные советские песни. Много из фильмов и все известные песни. Наверное, это необходимо всем и музыкантам, и слушателям. Идет замученный человек. У всех у нас сейчас мир очень непростой. Жизнь сложная. Идет с замученной объективными проблемами. Такими же, скорее всего, как и у меня. До того момента, как я с инструментом вышел на улицу. И вот он метров за 20 услышал звуки. И прямо смотришь на него, как у него лицо преображается. Он попал в детство, он это все услышал. Пропел эту песенку с тобой. Что-то постоял. Пошел, метров 50 прошел. И опять он попал в свою скорлупу в жизни. И вот наша общая задача как-то... Как можно чаще вот это все, чтобы выжить, чтобы прожить дальше. Фестиваль будет проходить уже в третий раз в этом году. Какие новшества, какие сюрпризы ждут горожан? Ну, я бы сказал, что, во-первых, в этом году у нас больше будет более широкая немузыкальная составляющая. У нас будет поэтическая площадка на фестивале, уже набирающий популярность. Тризанский поэтический проект «Живое» будет представлен. Будут танцоры различных стилей. Будет танец живота. Естественно, брейк-данс, как самый уличный танец. Будет капоэйра. Будут, конечно, развлечения для детей. Безусловно, потому что очень многие приходят с семьями, с маленькими детьми. И мы всегда это учитываем. Будут специальные, соответственно, для них площадки. Будет очень интересный проект с авторскими почтовыми открытками. Будут художники опять... Ну, это уже становится традиционным. Вернее, саши изанских художников. Очень разнообразные абсолютно люди. Очень разнообразное творчество. Начиная от классических пейсажей и заканчивая совершенно авангардными, можно сказать, видами. В том числе будет представлено творчество известной рязанской группы художников граффити и FMC. И от них же, кстати говоря, будут и авторские открытки, в том числе, которые можно будет там же купить на месте, подписать и отправить своему другу. Ну, а если говорить о музыкальной части, то, например, я очень рад, что в этом году у нас будет достаточно много скрипок на фестивале. Потому что, ну, скрипка очень такой вот уличный инструмент, да, приезжаешь в Москву, заходишь в метро, в каждом переходе стоят скрипачи. А у нас скрипок в прошлые годы было очень мало. Ну, почти не было там, одна только. И мне было очень жалко. Вот в этом году у нас будет их сразу несколько. Будет очень интересный струнный квартет, рязанский, герлс-бенд, причем, вот, из четырех девушек, которые будут играть Астра Пьетцолу, Горана Бреговича, Битлз, вот, ну, популярные всевозможные мелодии. Будет скрипач-импровизатор из Москвы Денис Феофентов, тоже очень интересный самобытный музыкант. Мы очень рады, что он согласился принять участие в фестивале. Вот, ну, и, конечно, любимые всеми коллективы и музыканты, которые у нас принимают не первый год, Иван, безусловно, который со своими саксофонами и флейтами собирает огромное количество людей вокруг себя и просто волшебные мелодии посылает в воздух почтовые улицы в этот вечер. Вот тот самый Игорь Потапов-Тапыч, о котором Иван уже сказал, группа «Человек», группа «Парнас», которая, кстати говоря, отмечает пятилетие в этом году, и в завершении фестиваля у них будет концерт к их пятилетию часовой. Поэтому вот все, кто любит творчество группы «Парнас», приходите на фестиваль, услышите их концерт такой юбилейный, можно сказать. Спасибо вам большое за интересную беседу. Мы обязательно приедем на ваш фестиваль, и тем зрителям, которые не смогут на него прийти, о нем расскажем, но я все-таки надеюсь, что большинство горожан его посетят. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»